Доброе утро, мои дорогие! Привет! Так, ну что ж, наш утренний кофе, друзья, наш утренний бодрящий напиток. Так, сопли, слезы вытерли, и по кофейку. Вот, также, вот, старый фильм «Золушка», это ж прелесть какая, в новом цвете. И вообще, просто обновленные, даже черно-белые фильмы, просто, я не знаю, как это делается, ну, в общем, наверное, так же обновляется, как я пытаюсь обновлять старые фотографии, но фильтрами какими-то. Я не знаю, как это правильно называется. Ну, в общем, из старых фильмов делают новые, старые пленки обновляют, старые видео обновляют. Это так прекрасно, это так хорошо. Просто чудо. И это я, которая замерзла в пальце, у меня уже пальцы, честно говоря, деревянные. Ногти, видите, какой кошмар. Так, я уже все, у меня терпение мое лопнуло, я их буду укорачивать. Я, честно, поленилась в этот раз, когда делала очередной маникюр, я поленилась их укорачивать, потому что я говорила, что девочки, вы любите аутфиты. Ну, вот, насколько могу, настолько вам и покажу сегодняшний свой аутфит, скажем так, в сирене. Снега у нас по-прежнему нет, по-прежнему хоризонтемы и дрова. А Новый год вот уже через несколько дней. И снова новый маникюр. То был у меня такой золотисто-нейтральный, а сейчас вот вишневый. Захотелось чего-то яркого, насыщенного. Укоротила ногти. А то были длинные, просто печатать уже было невозможно. Ну, да, вот, когда укорачиваю ногти, много времени уходит на маникюр. Я вчера возилась, ну, тут, ну, как обычно, часа два. Вот. Ну, это я имею в виду вместе покраска и чуть-чуть подсушка. В общем, довольно люблю, обожаю просто новый маникюр. Вечером всегда делаю. Когда утром просыпаешься и вдруг вспоминаешь, что у тебя новый маникюр на ногтях. Мелочь. А как приятно! Так, ну и, конечно же, по кофеёчку. Я уже всё утро монтирую. Сейчас пивну. Я всё утро монтирую видео о прогулке вечерней по площади Ленина, ныне Соборной. Красиво там сделали. Да, мне нравится. Сначала я как-то думала... Я сначала очень скептически относилась. к тому, что там сооружают. А потом, когда увидела всё это уже в готовом виде, всё светящееся, всё сверкающее, мне это очень понравилось. И вот наша площадочка. Там ещё там вкапывают скамеечки, ещё работают рабочие. Уже всё, песочек весь разровняли. Ну, там какие-то скамеечки, какие-то там качельки ещё добавляют. В общем, хорошо. Хорошо. Я буду проводить там своё время периодически. Я думаю, что когда потеплеет... Видите, какая полоска от солнца между домами. Так прикольно. Вот. Я думаю... Сейчас ещё пивну. По кофейку. Так. Думаю, что буду там проводить часть своего утреннего времени. Думаю, мы с вами будем там кофе пить, друзья. Ну, если нам это понравится, да? Посмотрите на этого Соню. Он всё время спит. О, потревожила. Заговорила о нём. Зевнул. Так. Значит, вчера я показала вам такой, так сказать, аутфит. Ну, как я это показываю на улице, во что я одета. И сейчас поближе хочу показать аксессуары, которые сопровождали эту одежду, поскольку их, наверное, было не очень заметно. Я вам сейчас это покажу. Это были перчаточки. Обожаю велюр. Просто обожаю велюр. Вот такие вот фиолетовые перчаточки. Поскольку пуховичок у меня в сиреневых таких, грязновато-сиреневых тонах, я его такими перчаточками как бы, как бы что и сделала. Ну, в общем, не знаю, что сказать. Забыла, слова повылетали. В общем, цвет подчеркнуло более таким насыщенным. Его, как это, я слегка припыленный цвет пуховика усилила насыщенным цветом велюровых перчаточек. Так, ладно, что-то сочиняла, сочиняла. А, да, ну, у нас погоды сейчас солнечные стоят, поэтому я была в солнцезащитных очках, тоже сиреневого цвета. Я зимой всегда ношу солнцезащитные очки в солнечную погоду. Если снег есть, то это вообще обязательно. Я просто не могу. У меня какая-то, знаете ли, светобоязнь какая-то появилась со временем, но уже, кстати, очень давно. Ну, скажем так, что я же еще и большая любительница очков. Я уже говорила в каком-то из видео, что в детстве хотела носить очки. И вы знаете, что забавно? Ну, у меня зрение было стопроцентное, и очков мне доктор никак не выписывал. И нельзя было носить очки, чтобы испортить специальность зрения. И я говорила уже, что в шестом классе мама мне купила очки солнцезащитные. Я была счастлива безумно. Это были солнцезащитные очки. Я уже говорила, девчонки, кто слушал эту вспоминашку, те помнят. Это были солнцезащитные очки. Это были серые шорты. Это было круто. И в полосочку футболочка такая тоненькая полосочка оранжевая и беленькая футболочка. Такая крутая была. Я такая вся стильная ходила. Да что! Так, ладно, вернемся к нашим баранам. То бишь, к аксессуарам. Девочки, мы вчера с Сережей вдвоем ходили. А Сереже больше нравится, вы знаете, когда у меня волосы собраны. Поэтому, когда я с ним хожу, я стараюсь ему... Он мне не говорит, там, собери волосы. Нет, он мне ничего не говорит об этом. Но поскольку он мне сказал, что ему больше нравятся собранные волосы, то когда я иду с ним, я стараюсь одеваться так, чтобы ему нравилось. Чтобы ему было комфортно со мной идти. Волосы были собраны на волосах. Хоть мне Лиза и не советовала бархатки бабские носить, но я от них не могу отказаться. Я их люблю. Я очень люблю бархат. И я очень люблю бархатные резинки на волосах. Даже если это будет мода 902 года. Вот. Они такого же цвета, как и перчаточки. Вот они, она, бархатка, такого же цвета, как и перчаточки. Видите? Одного прям цвета. И велюровые. Велюровая это бархатка на волосы. И велюровая, велюровые перчаточки. Вот такие вот фиолетовые, да? Ну, я не хвостик сейчас ношу, поскольку я же вам говорила, что я сделала себе такую оригинальную стрижечку самостоятельно. И я собираю волосы сначала вот на любую. Это тоже сиреневая. Видите? Видно вам, что она сиреневая. Она почти такая же. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть более светлая. Ну, почти такая же. Почти такая же. Чуть-чуть как-то отличается. Она имеет... Ну, в общем, ладно. Не будем вдаваться в эти тонкости, в эти нюансы. Тоже, короче, фиолетовая. Я собираю хвост, закручиваю его вокруг самого себя и сверху надеваю на него. Вчера была надета вот эта штуковинка сверху. И получается просто вот такое вот... Такое сооружение на голове. И шарфик был на мне. Тоже, конечно же, велюровый. Вот такой вот. Очень красивый. Бархат-велюр. Не, не очень понимаю. В общем, то ли бархатный, то ли велюровый. И вот такая вот полупрозрачная ткань. И вот такие вот темно-фиолетовые велюровые листочки. Вот такие аксессуары сопровождали меня вчера. У меня еще есть велюровый сиреневый шарфик. Я вам покажу. Ну, он такой, знаете ли, какой-то не очень он нежный. Он немножечко погрубее. И он более светлый. Ну, по сравнению со всем остальным более светлый. А этот именно идет уже сиреневый. Ну, тоже подходит он под этот пуховичок, в котором я вчера была. Тоже подходит. Ну, я его не так люблю носить, потому что он не настолько нежный. Вот это вообще, это сама нежность. Это прям вот вообще вот можно вот так вот взять. Такие на мне были вчера аксессуары. Маришкин медвежонок. Это она мне, которого подарила еще весной. Та-дам! Заходите на ее канал. Вернее, на ее инстаграм и на ее фейсбук. Там, где у нее. Хеппи хиппо. ссылочка всегда под моим видео ой медвежонок упал они сейчас в польше в общем на праздники и чуть не забыла сказать о духах по-прежнему доканываю уже пятую авеню ту которая тестером была и скоро начну как я уже говорила уже достану из коробочки ту которая была не тестером дальше и по-прежнему пользуюсь вот сейчас я активно пользуюсь today вот так вот тянет на today вчера вчера на мне авеню было вчера авеню но и посмотрите совсем уже ничего совсем ничего вот today обожаю обожаю вот примерно так это было забыла машинку включить давайте включим нюка о совсем другое дело а то что такое никакого света внутри в общем вот так развлекаюсь сейчас утро сейчас как я уже сказала грузится видео монтирую гружу загружаю монтирую и сейчас войду на прогулку потому что одни стоят прелестные солнечные и хочется хочется куда-то зимой хочется под солнышко да зимой хочется летом хочется в тень когда вы и на самом деле все пройдет и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok